Непривлекательный, неперспективный, малообещающий. Обидные эпитеты все чаще звучат в адрес нашего города. А мечи покидают малую родину в поисках лучшей жизни. Почему? Выясняла наша съемочная группа. В прошлом году из Омска уехало около 24 тысяч человек, а за два месяца 2015-го уже 3,5 тысячи. Почти половина соискателей работы готовы эмигрировать. Такое положение дел почему-то не удивляет. За последние годы Омск стабильно является аутсайдером среди российских городов по качеству жизни и лидирующим по коррумпированности. Из-за того, что региональная власть срослась с местными бизнес-кланами, получается бизнес и чиновники, они сегодня пополам делят власть в регионе. Вместо того, чтобы быть независимыми от каких-то меркантильных интересов, наши чиновники, администрации, они везде преследуют свой интерес. У нас тотальная коррупция во всех эшелонах власти. Представители власти с завидным оптимизмом рапортуют. Омск процветает, производство развивается. А средняя заработная плата на уровне других сибирских регионов. Больше 25 тысяч рублей. Если не знать реальной картины, можно поддаться иллюзии. Заявки работодателя, которые получаем вакансии, наибольшая, конечно, у нас средняя идет заработная плата, скажем, до 20 тысяч. Вот такая у нас заработная плата по нашим вакансиям, которые чаще всего получаем мы в службу занятости. Назвать Омск комфортным для проживания – значит слукавить. Даже патриотически настроенные к родному городу признают его поражение. Люди свой город любят, многие готовы были бы остаться, но, как некоторые мои знакомые, уже уехавшие из этого города, говорят, что здесь просто финансово невозможно находиться. Потому что либо условия работы очень тяжелые, чтобы заработать хотя бы более-менее хорошие деньги, это приходится работать на несколько ставок. А уехав в другой город, за обычный рабочий день можно получить гораздо большую сумму. Чем Омск хуже своих соседей? Например, Екатеринбург и Новосибирск входят в десятку успешно развивающихся регионов, куда, собственно, и уезжают амичи. Я думаю, что с рынка творческих вакансий в Москве, например, в Петербурге все гораздо лучше, потому что в этих городах культурная жизнь, она более насыщенная. И, соответственно, там есть запросы, там есть предложения, и я думаю, поэтому там все с этим гораздо лучше. По информации Министерства образования Омской области, около 90% выпускников-высокобальников уезжает учиться в столичные вузы. Аналитических данных о том, сколько из них возвращается, нет. Однако и без сухих цифр статистики очевидно, что молодые специалисты остаются работать вдали от Родины. В столицах сосредоточены финансовые ресурсы, торговые ресурсы, и туда идет отток людских и материальных сил. Поэтому молодежь, не видя перспективы в Омске, уезжает туда, где востребованы его знания, руки. На протяжении 20 лет омичи безропотно наблюдали за тем, как разворовывается область. Царствование Леонида Полежаева осталось в прошлом. В 2012-м пришел новый губернатор. Много слов и обещаний. И ни одной удачной попытки сделать Омский регион хоть немного привлекательнее для перспективных молодых специалистов. Алла Левина, Сергей Чернов, Обком ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok